Помните эту дату и передавайте эту память всем своим потомкам. Это наше героическое прошлое. Подвига подобного Ленинградскому не знала мировая история. Героизм и мужество советского народа в тяжелейших условиях блокады стали символом непобедимости и единства. Саровчане почтили память погибших и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». В митинге участвовали первые лица города, представители центров внешкольной работы, общественного движения «Волонтеры Победы», юно-армейские отряды школьников и ветераны войны. Это та дата, которую должен помнить каждый. И не только помнить, а и знать. Конечно, те, которые люди изучали в школе и знают это время Великой Отечественной войны, ни в коем случае забывать это нельзя. Сейчас в Сарове проживают 35 жителей блокадного Ленинграда. В то страшное время большинство из них были детьми. Несмотря на юный возраст, каждый отчетливо помнит ужасы и тяготы войны. В начале блокады Тамаре Николаевне было два года. Отец служил на Балтийском флоте и погиб в первые годы войны. Мать умерла от голода. Нас детей собирали по квартирам. Так я попала в дом ребенка, когда мне было два года. Затем из дома ребенка в детский садик, из детского садика в детский дом. И так я в детском доме пробыла до 18 лет. Мы получили музыкальное образование. Я получила специальность в этом детском доме. И оттуда в 1957 году попала в наш город. К каждой дате ветераны относятся особенно трепетно. Блокадное время навсегда оставило след в их памяти. Подрастающее поколение должно знать и помнить 8 сентября 1941 года. Чтить и гордиться подвигом своих предков. Очень важно знать свою историю, изучать свою историю, помнить о ней и гордиться ей. Иначе без прошлого нет будущего. И надо быть достойным людей, которые отдали свою жизнь за нашу страну. Мужество и отвага защитников Ленинграда, страдания и терпения жителей города – все это навсегда останется примером и уроком для новых поколений. Дарья Козина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24.